Я вас приветствую, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить мод камнезии под названием The Seller. Итак, дорогие друзья, в прошлой серии мы с вами остановились вот на вот этой вот загадке. То есть, здесь нужно ввести комбинацию, тем самым мы снимем барьер. Давайте даже прочитаем за песню. Вот, система рычагов щитового барьера. Комбинация здесь довольно легкая, то есть, третий вниз, шестой вниз, первый вверх, пятый, вроде как вверх, так, второй вверх, и четвертый вниз. Давайте теперь вот на практике попробуем, это у нас была теория. Приступим. Третий вниз, шестой вниз, первый вверх, пятый вверх, второй вверх, и четвертый вниз. Ну, это было изи. Получается, мы с вами сейчас разблокировали вот этот венцель, который у нас тут подключается. Сзади нас... Открывается защита, которая охраняет вот эту вот сферу, блин. Сон, как яйцо в штанах. Чтобы рушить, блин, серьезно. Ну, походу, надо сломать его с помощью молотка, да? Угу, я думаю, что это что-то сделало. Ты серьезно, типа, ты сам не знаешь, что произошло. Окей, какой-то наш главный герой довольно глупый. Честно говоря, я уже все напрочь подзабыл, все-таки играл я несколько дней назад. Ну, примерно я помню, где был у нас магический барьер. Ну, тут слева лестница. Пока даже проверим. Да, я прав. Самое главное, чтобы сейчас не какой-нибудь там Валерка пришел, или Степан Эдуардович. Это прям вообще будет печально. Во, да, вот тут был магический барьер. И теперь мы можем пройти. Ага, можно пойти налево, направо. И библиотека. Ну, библиотека у нас на десерт. Пойдем для начала налево. Тут завал у нас, да? Много комнат. Six Orbs of Six Shards. Тут что-то про сферу. Точнее, шесть обломков сферы. Что-то про это сказано. О, ни хрен, сколько текста. Ну, в принципе, я понял. То есть, надо сферу уничтожить. Опа. Что произошло? Нас поглотило тима. Я не хочу с этими мужиками тут сидеть. Мужик, ты что прилип к двери? Здорово, мужики. Как ваше очко? Нормально? Так, ладно. Это, конечно, все смешно. А что происходит? Лучше мне объяснить. Как я попал к этим мужикам? И какого хрена там... What the fuck? Пацаны, у вас нету головы, вы в курсе? Что за флешбеки? Это типа нам показывают какие-то воспоминания, или... Типа это был Грегори? То есть, показывали, что он делал с людьми? Вот они, сфера. Я их не могу взять. Ага, и закрыли дверь. Окей. Просто показали нам и закрыли. Ну ладно. А, кстати. По-хорошему надо вернуться назад. Хорошо то, что я вспомнил. Мне, скажем так, подсказали к прошлой серии то, что банку крови нужно использовать на... Это что? Офис Коннора? Нет, это нам не нужно. На тот ритуальный камень. И типа нам расскажут всю правду. Этот камушек. Как бы это парадоксально не звучало. Только я не помню, где этот ритуальный камень был. По-моему, где-то здесь. Угу. Вот он. То есть, вот эти пентаграммы нас вводят в заблуждение. На самом деле, сюда не нужно ничего складывать. Просто используем банку. Какие-то сверхъестественные события в старом храме? Вальверде должен решить этот вопрос. Это что за очко? Что это? Что ты такое? Святой свет, ты можешь называть меня святым светом. Ты, Грегори. Так что это правда? Эти сферы и статуи? Такой невежественный, смертный, как ты. Конечно, не поймет этих вещей. Но я не буду больше беспокоить тебя. Ты и этот замок будет разрушена. Нет, я не позволю тебе выступить против меня. Как ты попытаешься остановить меня? Я устрою твое падение так или иначе. Твоя участь тьма. Меня не остановит какая-то древняя душа. Я умру после тебя. Короче, типа какой-то святой дух разговаривал с Грегори вот сейчас. Что я только что видел. Может быть, сведение прошлого? И уже прям нам явно говорят, что Грегори здесь злодей. Я говорил вот еще в первой серии. И как бы это логично. Здесь сюжет на самом деле сделан банально. И легко додуматься. Что ты устал, ёпта? Почему мне все время в хоррорах попадаются какие-то наркоманы, дохляки, бомжи, ёпта, которые просто 100 метров не могут пробежать и сразу подыхают. Алло, ну это как бы типа ненормально. Так, давайте направо пойдем. Что-то очень много проходит. И что? Бесполезная комната. Здесь ничего и нет. Либо я, может, слепой? Такой, как бы, возможно. Нет, там кусок какого-то говна под столом. И, в принципе, больше тут ничего и нету. Ну ладно. Уж больно много комнат. Серьезно. Ой, Иисус, здорово. Там вообще какие-то страшные дела происходят. Помоги мне. Бля, вообще ничего нет. Алло. Игра! Ты мне так и будешь предоставлять пустые комнаты? Вот эта дверь закрыта. Но я сомневаюсь, что сюда нужно использовать молоток. Уху! Здорово, мужик! Че, бухаем, да? Давай, за ВДВ идем. Опа! Ну спрячь! Ну, как тебе не стыдно? Фу-фу. Нельзя быть таким. Большая порция масла! Впервые за всю игру! Поздравляю, товарищи. Мы это сделали. Так, ничего тут нету, да? Восьмецо. Да что за лаги, алло? Мот. Не дури, пожалуйста. Вторая система стержня отвечает за балансировку ворот, ведущих в старые камеры. Она работает так же, как и в машинном отделении. Тем не менее, есть проблемы с внутренней целостностью этого храма. Поэтому я советую не держать систему в течение очень долгого времени. Это может вызвать несколько обвалов. Это случилось однажды. Но это не было слишком серьезно. Однако, это еще больше ослабило храм. Так что, если этот инцидент случится снова, высока вероятность серьезного ущерба. То есть, Конор говорит, что может обрушиться храм, да и вообще вот это вот подземелье. Все. Дверь закрыта. Так, то есть, походу, нам придется опять сейчас решать какую-то загадку, чтобы открыть какие-то там ворота. А тут тогда что? Алтарь какой-то. Стержень парового цикла. То есть, опять собираем стержень, да? Да ладно, хорош уже, а! Как будто я кому-то это... Что-то плохое сделал. Разорались. Все нормально. Не паникуем. Подруга моя. Ванга. Что, мне надо сесть к тебе? Ну давай, поднимаемся. Не? Зелье рассудка. По факту, здесь нифига и нету. Офис Штайна. Братан, ты чё приуныл? Чё-то, блин... Чё-то, блин... Ладно, не буду... Ты прям Копперфильд, епой, мать. Пропал! Мужики, так это прекращай. Шутить. Письмецо тут. Сегодня, когда я пришёл в свой кабинет, я увидел мёртвое тело Андерса. Когда я подошёл ближе, тело просто исчезло. Сегодня, 5 августа, у него должен был быть день рождения. Но незадолго до того, как его самочувствие ухудшилось, он покинул замок. И всё же, что здесь происходит? Либо я схожу с ума, либо здесь действительно что-то происходит. Странные вещи произошли с тех пор, как мы обнаружили всё это место вместе со всеми. артефактами. Я попросил Фолиса расследовать эти дела, но ничего не вышло. Может быть, это просто моё воображение? Нет, это Грегори. Приятного просмотра. Чё за сопли фиолетовый? Мг, вентиль не кликабельный. Пока что. А тут дверь закрыта. Всё-таки... У меня нет выбора. Нам придётся использовать на каждую закрытую дверь молот. Так как ни хрена не понятно, где ещё стержень. Пока что мы с вами нашли только один. Да что ж ты такой дурак? А ну не уставай, я тебя прошу. Нет, это здесь не поможет. Ладно, давайте посетим библиотеку. Возможно, где-то здесь есть стержень. А я напомню. Нам нужно идти красный и жёлтый. То есть трёхфазный и четырёхфазный. Кстати, я ещё не нашёл комнату. Куда? Нужно поставить эти стержни. Здорово, мужик. Как дела твои? Нормально? Не дрищишь? Подожди, а это... Чё здесь так много, как этих книжных полок? Это мне придётся каждую осматривать внимательно, а иначе я... Блин, то ли я слепой, то ли здесь действительно ничего и нету. Но тогда для чего сделана эта грёбанная библиотека? Чтобы ввести игрока в заблуждение, типа? Чтобы он как дурак здесь бегал, 500 раз всё осматривал, и в итоге ничего не нашёл? А нет. Здесь есть рычаг. Но что мы открыли? Это уже вопрос, миллион. Здесь много было закрытых дверей, как бы. Тут мы... Были, да, там кто-то обосрался. Тут дверь изначально открыта. Здесь закрыта, но мы попробуем молоток. Это здесь не поможет. Хорошо. Тут открыто. Здесь закрыто, молоток. Это здесь не поможет. Возможно, что-то сзади открылось. Это как вариант. Плюс уж больно как-то тихо, и давно за нами никто не бегал. Пора бы уже чему-то произойти. Ну, хватит, а? Ну, не уставай-то, а? Ну, будь ты мужиком. Тут я был. Может быть, я вентиль активировал? Вот этот вот. О, да, смотри. Открыли проход, и тут тройчатый стержень. Ещё надо четырёхфазный. Так, не началось. Опять грызёт ногти. И опять идёт мудак. Поздравляю вас, ребят. Степан. Степан Эдуардович. Ну, давай ты мимо пройдёшь, а я попросту побегу дальше. Кстати, по-моему, он мимо прошёл. Видите, какой Лёха прошаренный. Где ещё один стержень? Неужели? Где-то здесь. О, а эта дверь была закрыта, кстати. Я начал бояться худшего. Этот храм, который мы обнаружили, должен был быть похоронен. Но сейчас уже слишком поздно. Есть статуи или, если быть точным, некая форма старых неупокоенных душ. Я даже недавно получил отчёт о похожих странных сооружениях, найденных под гостиницей. Эй, Эй, Лисли, господи, что у тебя за имя? Сейчас эти вещи находятся за пределами наших возможностей. Подожди, или это не имя? Короче, суть вы поняли. Я связался с научно-исследовательским институтом горы Анор в недавних событиях. Надеюсь, они найдут способы борьбы с этой новой угрозой. Хотя, это ещё предстоит увидеть. Я буду продолжать пытаться узнавать больше информации обо всём. Однако, ночь, кажется, становится намного длиннее. Вальверды. Ключ от лестницы. Так, я, в принципе, знаю, где у нас лестница. Но надо убедиться. Офис Коннора здесь был. Видите, просто внезапно вот эта дверь открылась. Походу, оттуда у Степана Эдуардовича. Используем ключ. Спуск вниз. Тут гараж, куда можно ниже. Контроль давления. У меня нету третьего стержня. Я надеюсь, он там будет. Ну, пожалуйста, дайте мне последний стержень. Ну, ты серьёзно? Мне придётся искать тогда. Это здесь не поможет. Ваша мать. А где он? Этот последний стержень, может быть. Значит, надо проверять все двери. Как эта дверь открылась? Главное, наш главный герой про этого ничего не говорит. Он даже не подсказывает нам. Обычно в некоторых модификациях, типа, он говорит, ага, по-моему, я открыл там какую-то дверь. Да хорош, не вставай. Так, да, эту дверь лучше закрыть. Комната оборудования. Эта дверь закрыта. Да, рыцарь? Лучше бы взял и открыл мне дверь. Поймать. Он идёт сюда, видели? Ну, вроде как у нас здесь были какие-то двери закрыты. Ещё бы вспомнить. Вот эта была закрыта, отвечаю. Офис Джекстен. Отрезви, нопи. Это всё не то. Не ради этого я сюда пришёл. Грегори сошёл с ума. Он превратился в буквально сумасшедшего. Он убил трёх рабочих кинжалом. Мне, к счастью, удалось убежать в свой офис и запереть дверь, чтобы не впустить его. Если кто-то считает это, Грегори должен быть остановлен. Даже нужно убить его при необходимости. Я не знаю, чего он пытается добиться. Но его поведение далеко не радует. Я предупреждал давным-давно, потому что это ещё тот дурак, который будет злодеем здесь в конце игры. Ну и что? Где стержень-то? Твою мать! Так, ну тут нет стержня. Тут тоже. Вот сейчас вообще прям какой-то парадокс. Ну, как бы назад идти нет смысла. Блин, там этому дачу ещё ходят. Тут я был. Это тогда нам придётся идти к Степану. У нас нет выбора. Так, не вставай. Эта дверь закрыта, да? Молоток мы вроде пробовали. Я не пробовал. Мы не пробовали, сфальт. Шкаф. Если что, будем прятаться. Настойка опи. Ну давай, бери ты, ешь твой налево. Серьёзно, не можем взять. В чём прикол? Какая-то атмосфера нагнетает. Как будто мы сейчас тут обосрёмся её. Но при этом я не могу взять. О, неужели? Убери. Четырёхфазный стержень. Так, нормально всё. Давайте, не нагнетайте. Мы будем жить. Мы дойдём до конца. Мы увидим хорошую концовку. Я, кстати, хочу подметить у этого мода аж шесть или семь. Он семь концовок всё-таки. Представляете? Семь концовок, Карл. Меня здесь ещё предупредили. И семи только одна хорошая. Не знаю, есть ли смысл показывать прям все. Они, ну, грубо говоря, практически одинаковые. В частности, я имею в виду, правда плохие. Так, стоп. Нам надо идти на лестницу. Отсюда. Хорошо то, что Степан Эдуардович куда-то ушёл. Опа, подзывает. Это явно нехороший знак. Так, ну тут довольно всё просто. То есть, паровой цикл это кружок. Трой-четы. Это треугольник, так как у него три угла. Ну, а типа четырёхфазный это квадрат. Кто-то пришёл, дверь открылась, по-моему. А, это вот эту дверь мы открыли. Весело. Тут какая-то комбинация, то есть какая-то последовательность. Шесть цифр, шесть кнопок. А можно подсказку? Неужели я рандомно должен решать? Вот, записня была, кстати. На всякий случай, давайте попробуем. Вот почему некоторые двери он может открыть с помощью молотка, а на некоторые ему наплевать? Что за бред? Этот механизм является мерой безопасности для предотвращения активации второй системы стержней из-за внутренних проблем с храмом. Кнопки должны быть нажаты в определённом порядке, чтобы разблокировать систему стержня. Я могу давать инструкции, но только загадками. Ну почему нельзя по-человечески сказать? Нет, надо стихами, загадками, баснями, ёптвою. Я офигеваю с вас просто. Чтобы обычно люди не могли возиться с системы стержня. Первая кнопка для нажатия – день рождения Андерса. Ёптвою. 5 августа, по-моему, да? Вторая кнопка, которую нужно нажать – это количество сфер, управляющих защитным барьером. Сфер было... Ой, не помню, сколько их было. Если брать все, как бы, осколки воедино, то получаем мы один, как бы, не знаю. Третья кнопка для нажатия – это количество основных направлений. Чего? А сколько направлений? Я понятия не понимаю. Четвертая кнопка – это количество химикатов, необходимое для создания сильной кислоты. Вот сейчас издевательство какое-то. Откуда мне знать, сколько нужно химикатов? Пятая кнопка для нажатия – это половина количества рычагов в машинном отделении. Но там их было много. 12, половина, 6 получается. Последняя кнопка, которую нужно нажать – это количество... Необходимо стержня в каждой системе стержня. Ну, 3? Этот круглый, тройчатый, четырехфазный. 3 получается. Ну, ладно. Некоторые цифры мне понятны, допустим. Первая цифра, по-любому, 5. Вот по поводу сферы, как бы, тут сложно. Ну, скорее всего, один. Типа, имеется в виду одна сфера всего. Это правильно или нет? По звуку хрен поймешь. Потом... Что там было? Блин, записню. Основных направлений. Вот что это значит? Ну, ладно. 6 и 3 у нас используются. То есть, либо 2, либо 4. О, это неправильно. Это неправильно. 5. 1. 4. 2. Неправильно? 6. 6. 3. Все правильно. Ну, довольно быстро я решил эту загадку, типа. Ну, вот некоторые аспекты в данной записи мне были непонятны. То есть, половина, грубо говоря, я понял, про что они имели в виду, типа. Получается, мы с вами открыли ворота, которые были в самом начале. Офигеть, это очень далеко бежать. И, скорее всего, сейчас за нами будут гнаться. Я думаю, мы готовим. Что за звук был? Как будто кто-то что-то открыл. Главное не бояться. Валирована там или Степана Эдуардовича. Бежать. Ёплый, бежать, сказал я! О, мать, ну, возьми. Даже буражки поджали по телу. Так, прячемся. А здесь не куда прятаться? Вентиль. Точно! Он же был неактивный, теперь активный, видите? А, Валер Юрьевич, до свидания, только ворота открылись. Я пошел, мне домой надо, меня дома ждут. Почти на месте. Давай! Только не останавливайся, я тебя прошу. Письмо, читаем, все. Рекламная пауза, Валер. Подожди. Подожди. Ради того, чтобы стать духом. Чего? Закрыто. Валер, ты где там? А, он не смог сюда пройти, ну и ладно. Зал сферы. А, вот он ты и попался, Григорий. Зал сферы. Я не могу. 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 Это, типа, плохой конец, что ли? Опа. Опа. Нас кинули в подземелье. Ну или, как правильно сказать, в темницу. Ну давай, вставай, гребаный шашлык. Черт побери. Я должен выбраться отсюда, если собираюсь остановить Григори. А мы его остановим. Не ссы, мужик. Главное, голых мужиков не трогай, и все будет хорошо. Ну, естественно, конечно же, дверь будет закрыта. Но здесь должен быть проход. И вот она. Магия, да? Мэджи. Лампа. Металлическая банка. То есть нам, походу, сейчас опять придется химить. Вы серьезно? Вы... У меня было больше масла! Алло, верни! Вор, обманщик! Просто, просто слил. Маск. Говнюк. Так, это не тот химикат, который мне нужен. Ну-ка, поп... А у меня нету молотка. Ты рофлишь. А где мой молоток? Что, он себе забрал, что ли? Решил такой, ну, а что? На даче приходить с моим молотком. Что происходит? Что не так? Все рушится, жесть. Масло еще, отлично. Да, вот тут нам химичить придется. Вот только зачем? Это краткое руководство о том, как сделать простую взрывчатую смесь. Самовзрывное устройство не такое сильное, и его достаточно, чтобы расчистить небольшую часть обвалов. В зависимости от того, насколько обвал велик. Чтобы сделать его, вам нужна только жидкость гифрит и бутылка аманола. Но прежде чем смешивать их вместе, вам нужно нагреть гифрит горелкой перед добавлением аманола. Иначе он взорвется мгновенно. Поэтому будьте осторожны при попытке создать взрывчатку. Вот этот момент, я знаю, как бы мне предупреждали. То есть, если вы неправильно нахимичите, то есть, вы взорветесь, и будет это одна из плохих концовок. Может быть, я ее продемонстрирую, но сначала мы идем на хорошую, пытаемся. Кроме того, если горелка все еще включена при добавлении аманола, не оставляйте всю смесь на горячей горелке слишком долго, так как это вызовет взрыв. Обязательно выключите горелку перед добавлением аманола. Окей. Теперь осталось только найти эти ингредиенты. Опять 500 дверей. О, вот он мой. Каменный молоток. Трупница. Это, наверное, самая глубокая часть всего замка. Я слышу жуткий ветер, который живет здесь. Даже здесь все огни тускнеют. Иногда, если вы внимательно слушаете, вы можете услышать медленные крики людей, которые умерли здесь на протяжении веков. Люди даже держатся подальше от этого места, говоря, что они не хотят слышать леденящее дыхание за их шеями, как будто сам дьявол прикован здесь. Нет никакого объяснения этим необычным явлениям. Все это просто есть. Есть только один вопрос, на который еще предстоит ответить. Насколько глубоко под землей это место? Жесть. Призраки. Мертвые. Школы шелтые. Хе, это очень страшно. Так, а... Где мои ингредиенты, мужики? Вы не знаете? Походи, погоди. Это что вообще залезет цель? Я пришел отсюда, да? Да. Я пришел отсюда. Означить нам по-любому сюда, наверх идти. Но для начала мы должны исследовать, что у нас здесь. Ёпцы, налево. Почему здесь кровь? Неужели тут под лестницей дрался? Ну, по-моему, здесь нифига нету. Я перьяху тебе. Валер, иди в манную кашу, а! Валера, а знаешь, как я тебя обманул? Нет, не обманул. Я не могу упасть вниз. До свидания. До свидания, Валерий Юрьевич. Чуть мне кажется, там я один проход пропустил. Ну ладно. А, получается, вот этот вот проход нужно взорвать. Но где химикаты? Я что, пропустил, что ли, все? Валер, я как-то пропустил химикаты. Дай я пройду, а? Слышь, Валер, ты где? Честно говоря, я чуть не пойму, где он есть вообще. Ай, ты как я так разбился? Все в порядке. Ну окей. Опа, сундук. Окей. Во! Жидкий гефрит, но еще этот... Как его там было? Атанол или как его называли? Еще этот фильм был найти где-то. Получается, где-то я пропустил. Валер, прекращай ерундой заниматься, а! Валер, иди сюда. Валер, ссс. Братан, иди сюда. Иди сюда, говорю. Братан, ты где там? Что, дверь ломаем? Пойдем, хочу покажу. Да пойдем, хорош, блевая. Валер, иди сюда. Иди сюда, говорю. Вот когда не надо, он бегает как отбитый. А сейчас он что-то тупит. Иди сюда, я хочу под лестницу. Короче, забайтить. Все, я на то, что не выберет. Лайфхак показываю. Иди сюда. Давай, давай, давай. Иди сюда, говорю. Ты что, не можешь зайти сюда? Слишком толстый, что ли? Опа, молодец. О, ты бегать умеешь! Я думал, ты разучился. А, все, так суда не выберешься. Это лайфхак, понимаешь? Смотрите, как я его провел. Он теперь не выберется отсюда. Да? Вот этот проход он блокирует, короче. Валера! Я надеюсь, ты оттуда не выберешься. И мой план сработал. И где мой... Химикат? Так, ляха, это не то. Ну, будет обидно, если он оттуда выбрался. Я ведь старался. Ну, обосрался, походу. Может быть, где-то здесь? А, тоже. Твою мать, он дверь выбил, серьезно? Ты угораешь? Огонек. Блин, он меня слышит, как я бегаю. Горелка уже достаточно нагрелась. Так, ставим банку. В смысле здесь не поможет. Там ведь сказано поставить банку, нагреть ее. И можешь сначала добавить вот так. Комбинаться невозможно. Блин, такой лайфхак хороший был. Но он выбрался как-то. Даже пофиг. В смысле это здесь не поможет? Ты рофлишь? Он должен поставить сюда банку. Во! А почему он ее не ставил-то? Жидкий гефрит. Я должен немного подождать, пока не... Блин, и тут вовремя надо его отключить. Так, стул хотя бы надо подержать. Не грозит их ногти, а! Ну там же столько всяких херней под ногтями. Твою мать. Смотри, ли? Да это просто сейчас настолько тупо было. Ну блин, она сейчас меня заметит. Вот серьезно говорю. Потому что стул, видите, как криво. Вот этот вот. Нормально, нормально, нормально. Сработало. Давай, Валерон, уходи. Ваш рассудок. Да не... Не сытый, все нормально. Стул держишь, значит все хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас бахнем, не сытый. Сейчас бахнем. Терпи. Ладно, аккуратно стул поставь. Поживи, все хорошо. Так. Там сказано отключить его, да? Я думаю, что смесь готова сейчас. Отлично. Взрывоопасная смесь. Но теперь надо как-то пройти. Пройти через него. Это непросто! Причем масла нет. Он ушел? Лол. Он реально ушел. Блин, ну какой же я план проработал? Под лестницу его забайзить. Это он мне оставил, да? А он как-то выбрался оттуда. Серьезно, блин. Необъяснимо, но факт. Так, ну что, используем. Не нужно, чтобы он как-то взорвался. Обычно камень какой-нибудь бросает. Ну, в принципе, можно любой предмет. Бочку. Пример. Бум. Получается. Пора покончить с этим. Раз. И навсегда. Прям так уверенно говоришь. Ну-ну. А тут мы пришли. Получается сюда. Ну что, не сюда? А, точно. Зал сфермы. Должны остановить Грегори. Ну что, Грегориан, я вернулся. Впечатляет. Тебе удалось сбежать. Возможно, я недооценивал тебя. Ты беспокоишься о том, что я создал проблемы тебе, но ты не можешь остановить меня сейчас. Ты слишком глуп, чтобы понять, что у тебя нет надежды на предотвращение всего этого. Ты ничего не сделаешь, Эдвард. Ай, больно. Просто я могу уничтожить тебе сферу. Ты почти готов. Прекрати это. Это выше твоего понимания. Ха-ха-ха. Очко жим-жим, да? А ты как думал? Хотя тебе не в тапки сроют. Довольно. Ты не сможешь сломать сферу. Это мяч Гриффиндора мне скинули? Не трогай мяч, слуги, убейте его. Валера, я не хочу тебя убивать. Не надо бежать ко мне. И ты не беги ко мне. Я всех вас уничтожу. Серьезно? Хелл Марш? Лол, это из-за рода Ларта Музыка. Бесполезно сопротивляться. Ты только обосрешься, короче. Ты куда бежишь? Уманись ее. У вас нету шансов, ребята. Кстати, он может с пеной вот так появиться. Видишь, они там вместе появляются. Блин, давай как-то быть готовым. Блин, бери. Блин, Валера, ну зачем вы это делаете? Нет, щит! Лови! Минус сфера. Нет, ты дурак! Это затронет весь замок. Этот храм развалится. Только одно, Грегори. Только одно. Ты опять меня предоценил. Выбираемся отсюда к Идрине Хвении. Ведь сзади него было жбей. Это совсем не звучит многообещающе. Грегори упомянул, что замок вот-вот рухнет. Лестница наверх? Куда-то? Куда-то лифт? Да. Короче, надо убираться отсюда как можно скорее. Блин, будет обидно, если прямо сейчас все разрушится. Никакого вам хэппи-энда. Вроде как должна быть здесь одна хорошая концовка. Все ломается. Давай, давай! Что ж так ты медленно поднимаешь меня? Я вроде не толстый. Закрыто. Так, вижу, вижу, рычаг. Офиг, даже ничего осматривать не буду. Какой смысл? Нам просто надо выбраться. Вот зельмой! Я был прав! Прыгай в кофе! Ну, я сомневаюсь, что он выжил после этого. Он примерно упал с третьего этажа. Да, он выбрался из этого замка, но, блин, вы видели, откуда он сиганал? Это, небось, плохая концовка, да? Вы сделали то, что должны были и сумели избежать рушащего замка. Ваша судьба пока остается неизвестной. Вы получили хороший конец! Ура! С первого раза! Спасибо за игру! Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Мод... Ну, не сказать, что прям такой крутой, идеальный. Ну, и нельзя его назвать каким-то плохим. Знаете, такая обычная кастомка. Ничего такого оригинального я здесь не увидел. Все это мне знакомо. Никаких новых монстров я не увидел. Ну, только какие-то новые саунды были. Ну, за это плюс, конечно же. Было ли страшно? Нет. Нельзя назвать этот мод страшным. Оригинальным? Ну... Возможно. Сюжет, в принципе, был примитивный. Огромный плюс в том, что перевод русский. Особая благодарность нашему товарищу, который мне предоставил моду. Я бы у нас, на самом деле, дал этому моду где-то вот 5 или 6 из 10. Ну, это лично мое мнение. Я не могу его назвать плохим, но я ждал нечто большего от этого мода. Для меня он был каким-то уж больно банальным. Но для нас это еще не конец. Я с вами не прощаюсь, как говорится. Хотелось бы показать все остальные концовки. Все они плохие. Попробую их вам сейчас продемонстрировать. Итак, первая плохая концовка. Вы убиваете Грегори, но вам не удается сбежать из замка. Вы погибаете в самом замке, вас припечатает камень. То есть вы не успели выпрыгнуть из окна. То есть давайте вот специально будем не спешать. Вы убиваете его право, и все будет нас далеко. Вы были раздавлены под тяжелыми камнями, когда замок рухнул. Грегори не увидел дневного света, как и вы. Вы получили плохой конец. Итак, вторая плохая концовка. То есть мы ничего не предпринимаем, не трогаем сферы. И тем самым Грегори останется в живых. А вот что с нами будет, сейчас мы узнаем. То есть мы не трогаем вот эти вот сферы. Все почти готово, я скоро выйду за пределы этого смертного мира. Но твой путь закончится здесь. Ты не выберешься живым. Ну давай же. Демонстрируй мне это. Ну что ты смотришь на меня, придурочный? У тебя и так проблемы там, нихрена у тебя между ног нету. Просто подожди немного, все скоро закончится. До свидания, Эдвард Росс. Мы решили подождать и остались в зале сферы, чтобы умереть. Последствия остаются неизвестными. Вы получили плохой конец. Ну а теперь третья плохая концовка. То есть мы ломаем сферы. И как только мы начинаем воевать с монстрами... В смысле это здесь не поможет? Угораешь что-то. Что здесь поможет? Мы специально не убиваем монстров. Ну или допустим, представьте, вы сражались и... Ну как-то вам не удалось одолеть какого-нибудь из монстров. Опять этот хелмарш, скидывают нам меч. То есть вы попросту не попали в монстра и вас убивают. И это плохая конец. Давай, Валера, деймит. Раз. Два. Ну алло, вы сами себя убили! Ну ладно, сейчас не знаю, куда бьет. Да, все, Валера убил меня. Вы были убиты. То есть его приспешники нас запинали. Вам удалось сорвать планы Грегори. Но монстры разорвали вас на части. Прежде чем вы смогли закончить работу, последствия остаются неизвестными. Вы получили плохой конец. Итак, четвертая плохая концовка. После того, как вы убили приспешников и сломали саму сферу, вы каким-то магическим образом постерялись, загубили. То есть не знали, куда идти дальше. Остались в этом зале. Мы специально стоим, типа не понимаем, куда нам идти. Мы не увидели то, что там у нас дверь есть. Просто стоим. Мы можем походить тут. Главное просто не выходить из этого зала. На самом деле все эти концовки похожи друг на друга. Не сказать то, что это разнообразно. Вы были эти достаточно быстрые. Вас раздавили тяжелые камни. Вы погибли вместе с Грегори. Вы получили плохой конец. Ну и вроде как последняя, пятая плохая концовка. То есть вы неправильно создаете взрывчатку. Давай, быстрее. Вот мы поставим... Ёпер-н-театр. Валер! Ты эту дверь ломаешь? Нет, нет, ломай. Давайте ускоримся тогда. Сюда закидываем жидкий гефрит. Не даем ему нагреться. Сразу кидаем... Вот этот химикат. И... О, нет! Бум! Балера живой остался? По звукам. Какого хрена я взорвался? Он живет. Вы были близки к победе, но, к сожалению, вам не удалось создать взрывчатку правильно. И вы при этом взорвали себя. Последствия дальнейших событий остаются неизвестными. Вы получили плохой конец. Ну, вроде как, я показал вам все концовки. Я уже, в принципе, высказался по поводу этого мода. Но все же, я надеюсь, он вам понравился. Ждите ее. У нас еще будет много модификаций камнезей. Я эту игру люблю. И всегда слежу за ее новыми модификациями. А пока я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока!